Всем, всем доброго дня, друзья! Сегодня я хочу вам показать, те, кто со мною давненько, помните, да, вот этого жителя нашего. И этот житель, этот блудный попугай, ну всё-всё увидела там проходящего, вернулся домой. Дело в том, что старшая дочь у меня, когда они с Иваном уезжали жить, они забрали Иннокентия себе. Скитался он с ними по съёмной квартире, а сейчас у них своя квартира куплена. Получилось так, что у Полины, её соседи, ну там бабульки и так далее, а у нас в Иннокентии-то он очень громкоголосый. То есть сказать, что он чирикает, это ничего не сказать. Он просто орёт истошным воем. Он орёт так, что просто в ушах, знаете, вот режет аж уши. Особенно, например, когда он слышит вот телевизор, радио, по телефону кто-то говорит. То есть такие, вы знаете, вот как бы звуки определённые, он это вообще. А утром, когда открываешь шторы, это вообще другой разговор. Это вот он просыпается и что-то с чем-то. Вот то, что он сейчас молчит, и он мне дал записать видео, я вообще в шоке. Наверное, он здесь так хорошо расслабился, что ему вообще хорошо. И в общем соседи пожаловались. Представляете, у Полины вот на попугаю. Очень он у них громко чирикает, что они устали от этого чирика. Мол, девайте куда-то попугая. Ну, чего делать? Ребята стали его чаще накрывать. То есть не только на ночь они его стали накрывать, но и днём. Ну, как бы его, когда накрываешь, он более-менее затихает. И вот мы приехали Полину поздравлять с нём рождение. Я смотрю, что вот он стоит, ну, как бы стереть дня, да, под пледом. Я говорю, Поль, так вы чего, говорю, ну, как бы мне стало его жалко, ведь. Ну, это на самом деле ведь, ну, как всё время в темноте тоже жить не есть хорошо. Она говорит, так мама, я что сделаю? Вот как бы я когда ухожу, ну, то есть как бы мы, ну, его открываем. Потому что когда, видимо, наверное, нет никого дома, он спокоен. Как только что-то стоит вот как бы прийти и там начинать разговаривать, всё, он начинает орать. То есть когда они дома, я так понимаю, они его накрывали. Вот, я говорю, давай-ка мы его заберём обратно. Что вы думаете? Всё, мы его собрали, хотя не хотели они его, конечно, отдавать, привыкли. Привезли. Я поставила его на подоконник. Хожу, брожу. И то есть день-другой он просто орёт, ну, в ушах режет, на самом деле. С утра вот это вот. Ну, то есть невозможно по телефону поговорить, потому что он перекрикивает. Я такая, знаете, думаю, легла спать вечером, думаю, что же делать-то? Как вот, что бы придумать-то, чтобы вот он так не кричал-то? И меня, значит, осенило. Я такая думаю, почему бы его не принести сюда в баню? Здесь вообще такой же дом. Здесь комнатная температура. Вот я сейчас сижу в пижаме и босиком у нас тёплый здесь пол. То есть здесь ещё комфортнее, чем дома. Ну, не то, что комфортнее, а здесь как дома, да, такая же температура. И вот я его, значит, поставила около окна. Здесь у него обзор, получается, на главную дорогу. То есть я его поставила сюда, вот прям вот рядом с окошком, на табуреточку. И у него, посмотрите, какой обзор. Ему видно главную дорогу. Там ездит транспорт, там всегда ходят люди. Плюс у нас тоже постоянно кто-то выходит, заходит. Животные бегают, птички летают. И мало того, у него же здесь получается обзор ещё и на весь двор. То есть, ну, как говорится, ему здесь вообще комфортно. Комфортно. И здесь его никто не накрывает на ночь. То есть здесь он встречает рассвет и закат. Мы приходим, ему насыпаем корм, наливаем водичку. Плюс, когда моемся, естественно, что разговариваем с ним. И вы посмотрите, какой он гарный хлопец. Вот сидит, начищает свои попёрышки. Ему всё нравится. Он прям вообще молоденчик такой. Вообще молоденчик такой. Вот видите, сразу же завыброжал тут перед вами. И, в общем-то, я прям такая довольная, радостная, что спасла попугая. Да, Тома? Вот видите, вот вы видели вот когда-нибудь, что вот так собака сидела? А наша Тома сидит всегда вот так. Вот я ей представила, вот когда она будет беременная, как она будет сидеть, как у неё будет брюшко. Но мы пока не беременные. Да, потому что мы так и не дались нашему жениху. Так что вот. Такое у меня сегодня, да? Получилось видео не очень-то подходящее под контент моего канала. Но я вот всё-таки решила вам оповестить вас, потому что будете спрашивать, кто там чего там чирикает. Вот, вот, вот. Полюбуйтесь. Рада представить вам нашего Иннокентия. В нашем полку прибыло. Всё. Живёт, здравствует. Всё ему здесь хорошо. Всё ему нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, если у вас какие-либо питомцы, содержал ли кто-то карела, кричал ли он у вас так, как у нас. Вот, слава богу, что он мне дал записать видео. Вообще, я планирую купить ему девочку и посадить. Я думаю, что ему тогда будет вообще здесь идеально, весело. И пусть они здесь поют друг для друга песенки. Пусть живут долго и счастливо.